Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на страницах нашего видеожурнала Squadboard Shop. Царство скейтбордического катания. А без чего нельзя представить царство скейтбордического катания? Естественно, без скейтбордической линейки Nike, под названием Nike SB. Поэтому, детишечки, не переключаем ваши YouTube-канальчики. Сегодня будет история замечательной модели от Nike SB Blazer. Сама история Blazer началась еще в 1973 году. Считается, что этот силуэт был первым баскетбольным силуэтом Nike. И назван он был в честь, причем тоже это для меня, кстати, недавно было открытие, в честь баскетбольной команды Portland Trail Blazers. Потому что Nike находилась в штате Орегон, Портланд тоже находится, если не ошибаюсь, в штате Орегон или где-то там поблизости. Соответственно, ближайшая команда была именно такая. И вот для них были сделаны вот такие высокие кроссовки. С одной стороны, на тот момент это были достаточно инновационные и очень удобные кроссовки, которые защищали голеностоп, которые были с усилением впереди, с очень хорошей тракцией. В общем, все те моменты, которые для баскетбольной обуви всегда были, есть и, я думаю, будут важны. Понятное дело, что сейчас уже очень редкий человек наденет такие кроссовочки, чтобы поиграть в баскетбол. И вряд ли ему совсем будет удобно. Но, когда началась история скейтбордической линейки Nike, Nike SB, с одной стороны, дизайнеры вспомнили, в каких вообще Nike, до того, как Nike SB появился, скейтеры катались. И Blazer был как раз одной из таких моделей. Ну, опять же, защита голеностопа, хорошая кожа, плоская подошва, плюс еще усиление впереди. Словом, все для того, чтобы кататься в них и не очень сильно во время катания эти кеды убивались. Поэтому к ним были добавлены еще несколько технологий для обеспечения упругости, амортизации. То есть, это была стелька с зумом, и эта модель перекочевала в коллекцию Nike SB. И стала там одной из самых популярных. Если Nike Dunkey, про который мы уже не раз вам рассказывали, наверное, самая такая обласканная коллаборациями, специальными изданиями и прочим модель в вселенной Nike SB, то второй по популярности идут, понятное дело, Blazer, как тоже такая баскетбольная классика, как модель, с которой можно очень хорошо работать, и модели, которые, наверное, всегда будут в ассортименте компании. Ну, существует даже мнение, вот Сергей Кикспейпер, основатель такой онлайн-газеты про кроссовки, он очень любит говорить, что Blazer это новые данки. То есть, предрекает, что достаточно скоро они будут безумно популярны, и, может, даже более популярны, чем Nike Dunkey. Не всегда согласен с Сергеем. Вполне вероятно, что через пару лет, когда у этой модели будет очередной юбилей, ну, понятно, да, что если они в 73-м вышли году, то в 22-м году, то в 23-м году им будет уже 50 лет. Нас, наверное, ждет большое количество каких-то интересных Blazer, в том числе и Blazer линейки Nike SB. Но не знаю насчет того, что они новые данки. В любом случае, это очень и очень удобная модель. На данный момент в магазине Squadboard Shop представлено две вариации этой модели. Первая – это достаточно классическая, повторяющая классическую еще баскетбольную расцветку Blazer. С очень, кстати, интересным вот таким вот тканевым язычком, тоже отсылка к первым Blazer. Кстати, первые Blazer, если не ошибаюсь, вот здесь они были просто вот так вот обрезаны, даже не сшиты. И был виден поролон. Здесь такого нет, здесь они уже подшиты, так интересны. Вот, это вторая модель, которую еще называют Patch или Deconstructed по-разному в линейке Nike SB. Ну, видите, она сделана из такой вот интересной техники, где каждая часть выполнена из разной кожи. Здесь у нас есть и замша, и обычная кожа, и вот ноутбук, и даже свуш выполнен в разных техниках, как вышитый, так и пришитый сверху. Все в разных цветах, с разными вставками. В общем, такая очень интересная модель, которая как раз показывает все разнообразие техник, которые может применяться при изготовлении этих кроссовок. Ну, и опять же, яркие, интересные кроссовки, которые, наверное, будут интересны тем, кто любит, чтобы на ногах было что-то такое. Ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Вот такие вот дела. В принципе, интересная модель. Интересно было бы услышать вас, катались ли вы в блейзерах, или просто в них ходите, или вам не нравятся эти модели, вы считаете, что лучше какие-то другие кеды использовать для скейтбордического катания. Пишите все это в комментариях, какие-то факты про блейзеры, которые вы тоже знаете, или, может, про Portland Straight Blazers команду. Тоже можете что-то интересное рассказать. Общаться в комментах нам всегда очень нравится. Во всяком случае, это намного дешевле, чем устраивать какие-то розыгрыши. Хотя розыгрыши, я уверен, тоже будут. А с вами был Дмитрий Егоров. Благодарю вас за то, что следите за нашими обзорами, лайкаете их, оставляете комментарии. И, конечно же, будьте здоровы. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова